Добрый вам денёчек, дорогие наши слушатели! Пришло время очередной передачи «Осторожно, наука». Итак, британские учёные на прошлой неделе подвели логический конец многолетним и дорогостоящим исследованием в области происхождения сортирного юмора. В ходе этих исследований были успешно освоены три гранта на по 5 миллионов евро и 1 на 12. Пожертвованы этим учёным институтом открытий в области знаний шумеров на территории Древней Пруссии. Как оказалось, человечество не чуждается надписью шуток на стенках сортир с тех самых пор, как эти сортиры были впервые построены. Самый древний образец шутки, написанного на древнеегипетском, гласил «Тут был я и много пукал. Правда, пахнет фиалками». К сожалению, запаха этих фиалок исследователи не учуяли. Всё же время не щадит даже такие вечные вещи. Учёные утверждают, что больше всего надписей было в женских общественных заведениях. Мужчины всё больше ограничивались картинками, которые они с любовью вырисовывали на стенках непонятной коричневой краской. Некоторые учёные утверждают, что это всё же охран. Просто она потемнела со временем. Главное, чтобы исследования не на зуб проводили. Попутно было выяснено, что гости, приезжавшие в города Древней Пруссии и заходившие в эти заведения, также оставляли свои шуточки на стенках. И все эти шуточки тоже носили сортирный характер. Только один джентльмен написал на стенке, как он любит свою правую руку. Британские учёные были искренне тронуты проявлением такой нежной любви, прошедшей через века и донесшей до наших времён трепетное чувство предков. Британские учёные готовы продолжать свои крайне важные для общества исследования. Самое главное, должен быть общественным интерес к их исследованиям и практическая польза от результатов. Данные исследования были опубликованы в научном журнале Time of Life. С нашей стороны мы благодарим британских учёных за предоставленный нам интересный материал. Ну а на сегодня у нас всё. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и приходите чаще. Всем пока!